Диалог первый. Протест против строительства новой фабрики. Прослушайте исходный диалог без перевода. Не огорчайтесь, если с первого раза вы не сможете полностью уловить его содержание. Продолжение следует... But what about the water pollution? There should be no water pollution. We use specially designed tanks to filter out the harmful substances. Nothing harmful goes into the water. I see. Many of the local people here are worried about the noise. What would you say to them? Don't worry about that. Our factories are well insulated. All the noisiest activity takes place in the central part of the factory, which is quite far from any residential buildings. We are very fond of our wildlife here. We have mice, birds, fish and many other animals. What will you do to protect these animals when you build the factory? Hopefully, the construction will not disturb the wildlife too much. But I can ensure you that we are working with the local wildlife conservation volunteers to find a solution. We will try and limit the flow of traffic, but I am sure there won't be too much of an increase. It is a busy road anyway, and it's already quite noisy. Our vehicles won't make any difference. I understand the factory is going to be built on the site of our park. We will provide funding for a new parkland area in another part of the town. But you should realise that we will also be bringing many jobs to the local community. That can only be of benefit. Well, I see very little benefit. I heard you will be taking water from the local beach. Will it be closed? No, there is no reason to close the beach. We will have a pipeline which will run from the beach to the plant, but it will be buried underground, so it will not disturb the local residents. Well, that's not all. How will the factory fit in with the local architecture? The factory has been carefully designed by our architects. We have tried hard to create a building which will go well with its surroundings. We won't build an ugly factory, I can assure you. Let's hope so. Разбор важных фраз и речевых оборотов. Постарайтесь запомнить выражения, которые вы сейчас услышите. Впоследствии они пригодятся вам в качестве шаблонных вариантов, от которых вы сможете отталкиваться при построении ваших собственных фраз. Итак. Я представляю группу общественного протеста против строительства новой фабрики. Группа общественного протеста. Они выбрасывают большое количество вредных газов в воздух. Вредные газы. Многие местные жители беспокоятся по поводу уровня шума. Обеспокоены. Шум. Мы дорожим нашей дикой природой здесь. Любим, дорожим. Дикая природа. Это может быть только выгодным. Выгода. Польза. Англо-русский перевод. Слушая диалог в англо-русском варианте, не забывайте проговаривать вслух или про себя разобранные важные фразы и речевые обороты. Приготовьтесь, диалог начинается. Здравствуйте, я Джеймс. Мы разговаривали с вами по телефону вчера. Я представляю группу общественного протеста против строительства новой фабрики. Поэтому, если вы не возражаете, могу я рассказать вам о некоторых из наших опасений. Конечно, говорите. Я сделаю все, чтобы ответить. Отлично. Мы особенно обеспокоены загрязнением. Мы уже видели подобные фабрики, и они выбрасывают большое количество вредных газов в воздух. Что вы собираетесь предпринять в связи с этим? Согласна, это неизбежно, выбрасывать некоторые загрязняющие вещества. Но у нас есть одна из лучших доступных технологий, чтобы быть уверенными в том, что мы выбрасываем меньше вредных газов, чем большинство производств. А как насчет загрязнения воды? Мы используем специально спроектированные емкости, чтобы отфильтровывать вредные примеси. Ничего вредного не попадает в воду. Ясно. Многие местные жители беспокоятся по поводу уровня шума. Что бы вы ответили им? Не беспокойтесь об этом. Наши фабрики хорошо изолированы. Все шумные работы происходят в центральной части фабрики, что достаточно далеко от жилых зданий. Мы дорожим нашей дикой природой здесь. У нас живут грызуны, птицы, рыба и много других животных. Что вы будете делать для защиты животных после того, как построите фабрику? Надеюсь, сооружение не потревожит дикую природу слишком сильно. Но могу заверить вас, что мы работаем с местными борцами за сохранение дикой природы, чтобы найти решение. Меня беспокоит дорожное движение. Будет большое количество грузовиков, едущих на фабрику и от нее. Что вы будете делать по этому поводу? Мы попытаемся ограничить поток транспорта, но я уверена, что существенного увеличения не произойдет. В любом случае, это загруженная дорога, и она уже довольно шумная. Наш транспорт никак не изменит ситуацию. Как я понимаю, фабрику собираются построить на месте нашего парка. Вы осознаете, что много детей привыкли приходить и играть здесь? Каким образом это может быть выгодно городу? Мы предоставим финансирование для новой парковой зоны в другой части города. Но вы должны понимать, что мы также создаем много новых рабочих мест для местных жителей. Это может быть только полезным. Это может быть только выгодным. Well, I see very little benefit. Что ж, я вижу очень мало выгоды. I heard you will be taking water from the local beach. Я слышал, что вы будете забирать воду с местного пляжа. Will it be closed? Его закроют? No, there is no reason to close the beach. Нет. Нет оснований для закрытия пляжа. We will have a pipeline, which will run from the beach to the plant. У нас будет трубопровод, который будет проходить от пляжа к фабрике. But it will be buried underground, so it will not disturb the local residents. Но он будет спрятан под землю. Таким образом, он не доставит неудобств местным жителям. Хорошо, это еще не все. Как фабрика впишется местный архитектурный стиль. Фабрика была тщательно спроектирована нашими архитекторами. Мы много старались, чтобы построить здание, которое будет сочетаться с окрестностями. Мы не будем строить уродливую фабрику. Уверяю вас. Мы будем надеяться на это. Здравствуйте, я Джеймс. Мы разговаривали с вами по телефону вчера. Я представляю группу общественного протеста против строительства новой фабрики. Поэтому, если вы не возражаете, могу я рассказать вам о некоторых из наших опасений. Конечно, говорите. Я сделаю все, чтобы ответить. Отлично. Мы особенно обеспокоены загрязнением. Мы уже видели подобные фабрики, и они выбрасывают большое количество вредных газов в воздух. Что вы собираетесь предпринять в связи с этим? Согласно. Это неизбежно, выбрасывать некоторые загрязняющие вещества. Но у нас есть одна из лучших доступных технологий, чтобы быть уверенными в том, что мы выбрасываем меньше вредных газов, чем большинство производств. А как насчет загрязнения воды? Загрязнение воды быть не должно. Мы используем специально спроектированные емкости, чтобы отфильтровывать вредные примеси. Ничего вредного не попадает в воду. Ясно. Многие местные жители беспокоятся по поводу уровня шума. Что бы вы ответили им? Не беспокойтесь об этом. Наши фабрики хорошо изолированы. Все шумные работы происходят в центральной части фабрики, что достаточно далеко от жилых зданий. Мы дорожим нашей дикой природой здесь. У нас живут грызуны, птицы, рыба и много других животных. У нас живут грызуны, птицы, рыба и много других животных. Что вы будете делать для защиты животных после того, как построите фабрику? Надеюсь, сооружение не потревожит дикую природу слишком сильно. Но могу заверить вас, что мы работаем с местными борцами за сохранение дикой природы, чтобы найти решение. Меня беспокоит дорожное движение. Будет большое количество грузовиков, едущих на фабрику и от нее. Что вы будете делать по этому поводу? Мы попытаемся ограничить поток транспорта, но я уверена, что существенного увеличения не произойдет. В любом случае, это загруженная дорога, и она уже довольно шумная. Наш транспорт никак не изменит ситуацию. Как я понимаю, фабрику собираются построить на месте нашего парка. Вы осознаете, что много детей привыкли приходить и играть здесь? Вы осознаете, что много детей привыкли приходить и играть здесь? Каким образом это может быть выгодно городу? Как это будет хорошо для города? Мы предоставим финансирование для новой парковой зоны в другой части города. Но вы должны понимать, что мы также создаем много новых рабочих мест для местных жителей. Это может быть только выгодным. Что ж, я вижу очень мало выгоды. Я слышал, что вы будете забирать воду с местного пляжа. Его закроют? Нет. Нет оснований для закрытия пляжа. У нас будет трубопровод, который будет проходить от пляжа к фабрике. Но он будет спрятан под землю. Таким образом, он не доставит неудобств местным жителям. Хорошо, это еще не все. Как фабрика впишется местный архитектурный стиль. Фабрика была тщательно спроектирована нашими архитекторами. Мы много старались, чтобы построить здание, которое будет сочетаться с окрестностями. Мы не будем строить уродливую фабрику, уверяю вас. Мы будем надеяться на это. Конец первого диалога. Теперь вы можете проверить то, как вы запомнили новые фразы и речевые обороты, вернувшись к началу воспроизведения текущего аудиофайла. Либо дождитесь перехода к следующему файлу. Внимание, в последующих диалогах количество пояснительных инструкций будет минимальным.